Добрый вечер, всем добрый вечер. Для тех, кто не в курсе, я хочу напомнить, что у нас сегодня прямой эфир. Моим гостем станет один из лучших хаос-диджеев России, человек широко известный, и не только в узких кругах. Ну, я думаю, что, наверное, пора уже приступить к беседе с маэстро Сергеем Санчесом. Сейчас буквально выводы Сергея в эфир. Всем еще раз добрый вечер. Сергей, привет. Привет, Петербург. Вот, сразу. Так, что-то у меня с наушниками сейчас буквально их. Алло, еще раз. Да, да. О, все, нормально. Так, слушай, ну ты прям как настоящий диджей, как бы винил, винил, винил сразу видно. То есть настоящего диджея должно сразу быть видно. Поверили, да. Что имеешь к этому непосредственное отношение, да? Это фотообои на самом деле. Сейчас такие продаются, можно в любом хозяйственном магазине купить. 3D. Да. Слушай, ну, мы с тобой еще пытались как-то созвониться, не получалось, не получалось. И вот, наконец-таки, эти я заполучил сегодня в эфир. Сегодня, кстати, четверг. День непростой, но об этом мы чуть позже скажем. Вот. А пока, наверное, начну с вопроса, как говорится, знаешь, на злобу дня. Как в Москве? Что с QR-кодами? Как вы к этому отнеслись? И насколько, ну, вообще эта тема уже работает? И как это происходит? Расскажи, пожалуйста. Ты знаешь, все очень просто. Естественно, это, когда это происходит первый раз, это вызывает некоторую заминку и волнение. Но потом ты уже знаешь QR-код каждого места, в которое ты ходишь. И поэтому тебе на подходе к заведению ты просто отправляешь определенный смс и получаешь назад ответ. Показываешь этот ответ на входе на телефоне, и тут же заходишь, и все. То есть у каждого заведения есть там определенный набор цифр. Вот. Я на прошлой неделе побывал, наверное, в пяти разных ресторанах или клубах. Вот. Нигде проблем особых не было. Единственная проблема у меня Android-телефон. И как бы эта система пока не адаптирована под считывание QR-кода Android-ом. Айфонами на операционной системе Android. Она сделана только под iPhone. Вот. И это вызывает некоторую заминку. Тебе приходится вручную отправлять смс аналоговым способом. В остальном это никак особо не повлияло. Ну, наверное, самые пугливые решили отсидеться дома первую неделю. Думаю, что на этой будет уже чуть повеселее. Слушай, вопрос. Может быть, несколько... Ну, кто-то, по крайней мере, может посчитать его каждым. Но, тем не менее, как ты считаешь, это связано с заботой о людях, об их здоровье, или есть ли для этого какая-то другая подоплюга? Или именно конкретно вот QR-коды вот этого контроля? Можешь не отвечать, если считаешь. Если не хочешь. Мне самому интересно. Ну, я не сторонник каких-то там, не знаю, каких-то теневых историй. Мне кажется, это просто удобно. Это действительно помогает вовремя локализовать очаг заболевания. Я просто видел, как работает система. Система. Один из моих родственников заболел ковидом или ковидом. И я видел, как работает эта система, определяя просто в течение одного дня, определяя всех родственников, всех, кто мог взаимодействовать с этим человеком. Это действительно очень чёткая система, которая контролирует детей, тех, кто... Как дети ходили в школу, с кем они контактировали и так далее и тому подобное. С кем ты ездил в лифте. Это очень чётко помогает, ну, предупредить и помочь людям оперативно позаботиться о своём здоровье. Ничего кроме этого я не представляю себе, не могу себе представить. Потому что для всего остального у нас, в принципе, есть в кармане телефон для того, чтобы контролировать, где мы находимся. Да, но почему эта история происходит именно в ресторанах и ночных клубах? Именно конкретно этот контроль? Или это где-то ещё вводится? Я не знаю, я просто так интересуюсь. Это действительно большая отрасль, которая... Ну... Которая, если ей так как-то не помочь, если закрыть её, то там тысячи человек работают в этой индустрии. И если не помочь... Я просто не знаю прецедентов ещё. Есть в Европе подобные прецеденты с QR-кодами, но я думаю, что это ещё и какой-то некий эксперимент, как это будет работать, может быть, для других отраслей. Мне нравится. А, вот так. То есть ты позитивно оценируешь эту всю историю, да? Абсолютно, конечно. Абсолютно. Ну, а как ещё? Я могу работать, продолжать работать просто, ну, и работать с определённой долей безопасности. Понятно, что это сделано для того, что если рядом со мной кто-то в баре на соседнем стуле кто-то выпивает коктейль, и он, допустим, заболевший, я на следующий день получу какое-то там сообщение о том, что вот... А ты нет таких мыслей, что это ящик Пандоры открывается таким образом? Например? Ну, какой? Ну, вообще какого-то тотального контроля. Я просто как бы... А он разве не открытал сейчас? О нас всё знает. Любую почту можно открыть, любой телефон можно вскрыть. Всё, что мы едим, всё, что мы любим, всё, что нас интересует, всё известно. Что ещё надо, что ещё можно узнать с помощью QR-кода? Ну, если телефоны слушают нас, если телефоны видят нас, ну, что ещё может... Всё, я понял. Как бы твою позицию понял, твоё отношение к этому. Мне было интересно, поэтому спасибо тебе за честный ответ. А теперь уже приступим, как говорится, к основной программе. Давай. Скажи, пожалуйста, вот с чего ты начинал? Я прочитал много информации о тебе в интернете, и вот там есть какая-то такая история про какой-то некий чат, в котором ты что-то там писал и попал к некому диджею Кэшу. Что это такое? Расскажи, там, ну, очень... История умалчивает, я вот что вот как вычленил информацию, вот, собственно, её таким вот образом. Ну, да. Тогда, в давнишние времена, в начале 90-х, ещё были аналоговые телефоны, когда нужно было дозваниваться, набирая с помощью... Ну, то есть это были домашние стационарные телефоны, надо было дозваниваться куда-то ручным способом, набирая номер. Снимая трубку с аппарата, держа её около уха, и, значит, что-то набирая. И как-то мы, значит, молодёжь прознали то, что если очень-очень-очень много раз набрать номер 100, а номер 100 – это, ну, самый известный номер был в Советском Союзе, потому что, когда ты звонил 100, тебе робот отвечал точное московское время, говорил. Где бы ты ни был, ты мог всегда с... как это сказать, синхронизировать любые свои часы с точным московским временем, кремлёвским. Вот, и если много-много-много раз набирать, то какое-то реле не успевало срабатывать, и ты как бы зависал в тишине, то есть оказывался в неком, непонятно в каком-то, в первом виртуальном чате. И туда заходили ещё другие люди, все знали и звонили. И попадали в это как бы сломанное реле, которое как бы не соединялось, или там эта катушка не начинала проигрывать это точное время или ещё что-то. И мы там зависали в этой тишине, периодически слушая, как дозваниваются другие люди, пытаясь узнать, здесь тихо, ничего не отвечает, давайте мы берём ещё раз. И, в общем, мы оказывались там пять-шесть человек и общались таким образом, затихая только в те минуты, когда мы слышали, как раздавался щелчок, и подключался другой человек, чтобы узнать точное время. И если он был своим, он, значит, говорил какие-то слова, там типа «Привет, это я там». То есть мы так же знакомились, как и мы не знали, кто мы такие, мы знакомились, я там из такого района, я вот увлекаюсь тем-то. И таким образом я залипал после учёбы или после работы в этом чате. Иногда можно было провести весь вечер и не дозвониться. Но не получалось, я не знаю почему, может быть, это был какой-то определённый лимит у этого, может быть, просто система как бы не пускала, не знаю, от чего это зависело, это была просто удача какая-то. И периодически, когда я там оказывался, и тебя так же, кстати, могло и выкинуть оттуда. Просто вдруг начинаются короткие гудки и всё, и ты понимаешь, что тебя выкинули из чата, может быть, кто-то тебя более сильный и мощный вытолкнул оттуда. И в итоге, таким образом, в какой-то вечер или ночь мне сказали, о, привет, ты тоже диджей, да, ты живёшь там-там-то. А вот вчера у нас был такой тоже диджей, а как бы тогда диджей – это как космонавт примерно, я думаю, ты помнишь это. Да-да-да. Там их было немного, их было немного, и все знали их имена. И точно так же мне сказали, о, здесь тут был на днях такой парень, его зовут Паша Кэш, вот он тоже диджей, и ему мы про тебя рассказали, он очень заинтересовался, и, в общем, он завтра будет, поэтому попробуй завтра подсоединиться. Естественно, я завтра после всех каких-то занятий своих я стал звонить, и дозвонился, и мы тут же познакомились, и уже через там 15-20 минут мы встретились, стали обмениваться своими пластинками, стали друзьями, в общем, на очень-очень много лет. Он помог мне прийти на первые вечеринки, он привел меня в школу хип-хопа Влада Валова, привел на клуб Тюч, и так далее, и там подобное. В общем, он был, так сказать, более в курсе, у него было больше друзей в этой области, и я как бы через него вошел в эту структуру, и в ней остаюсь. Ага, понятно. Слушай, а вот ну, соответственно, он тебя привел в Птюч, это клуб уже был тогда, или они вместе же были, Птюч-журнал, и одновременно, по-моему, да, как-то это однако. Птюч-журнал просуществовал гораздо дольше, а клуб, по-моему, в 96, нет, в 97 году превратился в клуб луч, переформировался, переформировался, да. Ты работал там как резидент, или что, какой клуб, в котором ты начал работать как резидент первый? Знаешь, я вот, я, кстати, не отмечал, но 13 октября, это был четверг, вообще, я считаю, свою профессиональную деятельность, начался я профессиональной деятельностью в четверг, 13 октября, 95-го года, то есть вот буквально там две недели назад было 25 лет, можно было закатить вечеринку, но я не такой, не такой сентиментальный, и, в общем, вот на этой вечеринке, куда, собственно, меня привел Паша, с которым мы познакомились, по четвергам в клубе Птюч, давали 40 минут молодым начинающим диджеям, 40 минут времени, ну, надо было записаться предварительно, чтобы показать свое мастерство, и у меня было немножко пластинок, я пришел, показал, это понравилось людям, и потом меня стали туда приглашать, сначала там, потому что кто-то не мог где-то поиграть вначале на разогреве, естественно, без денег, просто за пару пива, и так, как бы, потом за имя во флайере, ну, и параллельно каких-то других клубах, я познакомился с Мишей Спиритом, в том же 95-м году у нас была там шрая промо-команда, причем это было забавно, потому что диджеи были довольно разношерстные, я играл хаос-музыку, кто-то играл техно, и довольно большая грядка таких диджеев, там, вот Спирит, Легас, может, даже и Паша, конечно, я не помню, но они играли транс-музыку, поэтому у нас вечеринка начиналась, собственно, я ее начинал, и, как бы, заканчивалась она уже под утро таким веселым трансом, куражом. Это было интересное время, мы особо не запаривались на стилях, и все, все друг с другом дружили, не было никаких, мы начинали, были, в общем, подростками, вот, и так это началось, и, в общем, четверг стал моим таким тотемным днем, вообще, вот, у меня в четверг образовалась потом моя вечеринка, которая длится уже в 23-й год, в четверг родился мой сын, то есть, такие знаковые события моей жизни, они происходят по четвергам. Прикольно, прикольно, по пропаганде четверги стартовали в каком, в 98-м году, да, или в каком? Да, в 98-м. Да, ну, расскажи, как это все начиналось, вот это, сколько уже, 20-22 года, блин, ну, это, ну, все, кто так или иначе имеет отношение к клубной культуре, они, конечно, знают о четвергах пропаганде, о твоих четвергах, и расскажи, как это все начиналось, интересно, то есть, с чего вообще? А что именно? Ну, вообще, вот это, чтобы, ты говоришь, просто отыграл вечеринку и тебе предложили резидентство, или как это, как это все закрутилось? Ты спрашиваешь про пропаганду конкретно? Про пропаганду, да, понял, да, ну, да, я до начала своих вечеринок, еще, по-моему, в 97-м году, приходил туда как гость, играл какие-то сеты, это был рок-н-ролльный клуб, ну, то есть, ну, не скажем, не рок-н-ролльный, скажем, клуб с живой музыкой, там мог играть и джаз, там играл и группа Моральный кодекс, в общем, ну, то есть, просто клуб был нацелен на такую аудиторию, это, в принципе, всегда было, точнее, в то время это было бомонда, вот, и какие-то дни, вот четверги, среды отдавали под электронную музыку, под хаос-музыку, но, как бы, владельцы заведения, их было несколько на тот момент, они не были большими поклонниками электронной музыки, ну, в общем, не важно, и, в общем, в какой-то момент они поняли, что люди приходят, и в будние дни, и они приводят с собой людей, у меня было на тот момент, там, 50, может быть, 100 постоянных, каких-то корешей, которые всегда были по любому свистку, там, по сообщению на пейджер, они могли быстро оказаться где угодно, чтобы повеселиться, вот, и, ну, как-то удачно прошло мое первое выступление, там был такой промоутер Леонид Удовенко, который приглашал разных диджеев, он пробовал, и, в общем-то, собственно, как-то вот так получилось, что потом меня пригласили, мы встретились с руководством клуба, ну, без подробностей, чтобы так не размазываться во времени, просто встретились, и они сказали, да, давайте попробуем, у нас еще в истории такого не было, чтобы делать вечеринку имени диджея, и мы, то есть мы решили так, таким, наглыми, наглыми такими стать, и так вот назваться, я не был до конца уверен, хотя в тот период времени меня так, как сказать, я как ракета, у меня просто ступени за ступенью отваливались, потому что был 98-й год, я был на таком большом взлете, потому что я через год после начала своей деятельности, профессиональной я имею в виду, конечно, я до этого занимался с дискотеками у себя в районе, как-то локально, но вот именно профессионально на городском уровне, уже через год я получил признание от журнала «Тюч», но это, конечно, был авансом, там «Золотой фруч», потом на следующий год еще один, и постоянно какие-то премии, признания, и, в общем, людям полюбилось то, что я делаю, и полюбилась хаос-музыка, и тот баланс между коммерческой ее стороной, со всем, скажем так, вокальным хаосом, который тоже присутствовал, и техно какой-то структурой, вот этот баланс им понравился, и они стали приходить и тусоваться. Конечно, те счастливые, золотые времена давно прошли, когда очереди были на 200-300 метров, чтобы попасть на вечеринку, и были супер-боссы. Сейчас, конечно, времена не самые веселые, но мы с честью и достоинством через них пройдем. Да, так неожиданно, да, вечеринка длиной по 22 года. Когда я, думаю, начинал, я даже не представлял, что из этого может получиться. Столько всего, то есть когда меня спрашивают, ну, расскажи что-нибудь там странное, смешное, необычное, криминальное, или еще что-то, я просто теряюсь, потому что это, знаешь, такой объем информации, какие-то там террафакин байты просто всего, когда ты просто начинаешь смотреть, и у тебя так вот, ну, сложно что-то выбрать. То есть это надо сесть, помедитировать, наверное, и написать на этот счет книгу. А так, конечно, это просто как какой-то, когда заходишь в библиотеку, да, в какую-нибудь публичную, и такой смотришь, просто миллион корешков книг, и ты такой, вау, вау, здесь, наверное, про все, про все есть. Ну, и вот у меня точно такое же ощущение, я даже боюсь смотреть в ту сторону, честно говоря. Есть что вспомнить, короче. Лучше начинать как-то, ну, не начинать, а лучше все время продюсировать себя в будущем и продолжать оставаться в хорошей форме, нежели оглядываться на какого-то там молодого человека, к которому ты уже не имеешь никакого отношения. Не, ну, мне кажется, иногда передаваться воспоминаниям тоже, наверное, это такой момент. Это померить погоны с китингом. А? Померить китинг с погонами, там, ну, типа, подержать в руках вот это, там, награды. Да, 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 да. Да, кстати, про награды. Расскажи, пожалуйста, по поводу... Так, что-то ты меня подзавис немножко. Алло. Да, да, я тебя отлично уже слышу. Да, так, я у меня почему-то... Это, видимо, может, у меня с Wi-Fi тут за городом. Вот. Расскажи подробнее про премию GQ. Вообще. Как она оказалась в твоих руках? Это было... Как и все в дальнюю премию. Просто мне позвонили и сказали, что мне нужно какой-то там костюм тройка, и мне нужно 23 сентября явиться в Московский дом музыки. И я явился, был в жутком похмелье, у меня тряслись руки, потому что накануне был мой день рождения. И меня трясло, я пришел сразу, значит, там же кто-то носил шампанское, я сразу, значит, выпил бокалов пять шампанского, сел там в третьем ряду, стал смотреть, значит, эту премию. Над моей головой летал какой-то съемочный кран, эту премию снимали. Потом меня вызвали на сцену, и Николай Скоризов вручил мне приз. Все. Я сказал спасибо своим родителям, всем поклонникам журналу, и отчалил домой дальше продолжать праздновать свой день рождения. Это было так. Ничего особенного. Все было как в тумане, да? Ну, примерно, да, да. Ну, это было так, забавно, да. Каково было ощущение после, когда ты уже осознал, что, ну, ты получил такое? Ну, на тот момент это, на самом деле, очень была престижная такая история. Журнал GQ в нулевые, это был просто, ну, прям, не знаю, суперпопулярный журнал, все читали, и все следили за тем, что там выходило. И, ну, это была очень престижная премия. Как ты себя ощущал в этот момент? Ну, после? Наверное, я как-то, может быть, ну, во-первых, это, конечно, была не первая моя премия, но и не самая значимая. То есть, как бы, вот эту девственность я потерял в 96-м году, когда мне вручили золотого птюча, то есть, это такая красивая горгуля. И тогда, да, тогда, конечно, я почувствовал, что у меня есть определенное свечение, может быть, даже я обладаю некой суперсилой. Ну, то есть, это был такой, аванс. А с премией GQ, ну, это просто было, типа, вау, и, ну, как бы, и все. То есть, у меня нет иллюзий по поводу этих премий, этих каких-то там квадратных, там, каких-то таких, ну, штук, которые на стену весят. То есть, у меня очень много дома этого всего. Это классная классная штука для моих детей, им нравится, они расспрашивают периодически, типа, что это такое, как это получилось. Говорят, я вот был вот в таком-то году, я был там лучшим, занял там первое место, потом там где-то пятое место занял, то есть, где-то там третье место. Ну, то есть, это все настолько не влияло на мою производительность, на количество моих гастролей, никогда я нигде не... Я, конечно, отмечал это в своей биографии, ну, потому что надо, наверное, но никогда я не давал этим премиям и этим статуэткам расчищать мне поле для деятельности. То есть, как бы, я не ставил их впереди себя. Они как бы, ну, они есть и есть. Это приятно, это... Я действительно много работал, это заслужено, потому что я очень-очень-очень старался и никогда не халтурил. У меня хорошая репутация в этом бизнесе уже 25 лет. Ну, не кристальная, но хорошая. И есть, конечно, и на солнце пятна. Вот, и я считаю, что, ну, ну, как бы, хорошая тема, ну, заслужил этих статуэток. Много у кого стоит на полках. И приятно было, что эту индустрию, что нас замечают, что мы, как бы, не просто какие-то там... Ну, то есть, мы не имеем отношения к какому-то криминалу, как это всегда там раньше считалось, что там диджей, наркоманы и прочее. Мы действительно взрослые люди, мы музыканты, мы творческие единицы. Ну, очень жаль, что сейчас этот рынок и этот бизнес, он находится, ну, просто в ужасном состоянии. Мы вернулись куда-то очень обратно в девяностые. Я хотел вот этот вопрос задать тебе в конце, но раз уж мы эту тему затронули сейчас, то да, наверное, твое мнение вообще, что происходит сейчас и куда это все движется, что важнее даже. Да, вот как ты себе видишь вообще ближайшее будущее электронной музыки в России и вообще в мире? Я думаю, нет, в мире это все в порядке. Сейчас, когда мы закончим с этим ковидом, все вновь будет великолепно. Ты считаешь, что в мире все придет обратно на круги своя, все вернется, ничего не поменяется? Конечно, конечно. Смотри, какие выпустили Denon и Pioner. Я думаю, а эти люди явно все понимают. Они знают, они диктуют, они изобрели, японцы вообще изобрели все эти музыкальные инструменты, благодаря которым мы танцуем, все эти Roland'ы и Yamaha, весь этот звук, весь этот кипиш, все благодаря им. Они знают, они диктуют, они определяют. И все эти пульты и новые разработки, они бы не стали публиковаться сейчас в такой сложный период. Конечно, мы будем танцевать и нас заставят, и деньги будут вливаться. Но, увы, не здесь и не на территории России. Здесь, конечно, все в таком упадническом состоянии. Здесь все так печально. Я человек очень позитивный, но, когда меня просят прокомментировать это, мне реально лучше хочется просто промолчать, потому что я не хочу говорить грустные вещи, потому что ничего не происходит, ничего не рождается, очень мало вечеринок, единицам это интересно, и новое поколение, как бы строго интроверты, им совершенно не интересует клубная жизнь, их интересует то, что происходит на экране телефона. Тогда только в России ты такую историю видишь, что во всем мире экстраверты, а в России интроверты? Я не видел, я много где был, и я не видел такого, честно говоря. Но то есть здесь это какая-то какая-то аномалия, какая-то патология. Ну, не знаю, что, отбирать телефоны на входе, что ли? Как бы менять их на жетон, на бесплатный алкогольный напиток? Ну как еще заставлять людей наслаждаться атмосферой и не обращать внимания? Ну как еще? А в любом случае мы к этому придем. Ну, я тебе как промоутер, в том числе я иногда делаю вечеринки, как ты знаешь, и я думаю, что может быть и другие промоутеры думают о том, чтобы в принципе каким-то образом делать вечеринки, на которых телефоны будут запрещены и связь будет запрещена. Потому что, ну, не потому что происходит какая-то манкханалия, а потому что, чтобы люди находились в моменте, да, и все больше об этом мыслей. И я не знаю, кто-то, может быть, первый эту идею осуществит. Мне не жалко, да, потому что, ну, это хорошая история. Но я, в принципе, тоже об этом думаю и думаю, что одно из мероприятий я протестирую, может, даже в следующем году, где просто телефоны надо будет оставить как в стороночке. Ну да, конечно, хотя бы попробовать, ну, хотя бы попробовать просто два часа побыть самим собой, с музыкой, с друзьями, смотреть им в глаза, а не в экран телефона. Но это, ты знаешь, это, конечно, это не самая большая проблема. Самая большая проблема, что, в принципе, люди ушли, ну, вообще из клубов, и клубы закрыли, закрылись большие клубы. То есть проходят какие-то мероприятия, ивенты. Ну, возможно, такое время сейчас. Возможно, мы через это пройдем, но нет никакой сопутствующей индустрии. Не появляются радиостанции, не появляются журналы, не появляются медиа, не толкаются российские исполнители. То есть очень тяжело музыкантам и молодым диджакам, которые выходят из десятков этих диджей-школ, и они спрашивают, вообще, что нам делать-то? Вообще, как нам пробиться? Я говорю, ребята, вы сейчас не пробьетесь никак. Сейчас один человек вообще ничего не стоит. Сейчас там только саунд-система может что-то сделать. То есть, ну, набирай, набирай, как бы, группу, как бы, таких же увлеченных, таким же стилем музыки, друзей, и как бы арендуйте какие-то площадки, пытайтесь что-то делать. И то не факт. Настолько сейчас все как бы, все стоит уже, реально даже не на трех ногах, все стоит уже на одной ноге, и эту ногу составляют, вот этот костяк составляют те люди, которые начинали в 90-е, вот там и в 2000-е, их еще знают, более-менее, они еще на своих плечах, уже на дрожащих, они пытаются что-то, эту культуру протянуть, продержать. Потому что, ну реально, то, что было, и то, что происходит сейчас, мне скажут, да ладно, ты чего, столько музыки? Да, действительно, столько музыки, столько вокруг музыкантов, офигенных вообще. Я как могу, пытаюсь там кого-то там подтягивать на свои вечеринки, кого-то в эфир к себе приглашают. Ну это ничего вообще, очень мало происходит с тем, что должно происходить в нашем, даже в московском регионе, там где 15-20 миллионов человек живет, здесь просто должно все кишеть вообще, просто какие-то, должны быть, а здесь какие-то, я вижу, уважаемые музыканты, дежакеи, играют в каких-то дешевых кальянах, иногда просто, чтобы свести концы с концами, это так унизительно, мы, люди, проработавшие, отдавшие эту индустрию 25 лет, мы должны как бы иметь хорошие гонорары, мы должны иметь хорошие площадки, мы должны иметь реально максимальный респект, а не играть в каких-то кальянах, где нам там кто-то, какой-то малолетка хлопает по плечу, говорит, давай что-нибудь там поживи, дедуль, там это заведи, то есть, блин, куда мы, куда мы пришли, какие-то, ну, реально, ни денег, ни респекта, ничего, просто полная жопа, вот, ты хотел это услышать. Очень позитивное высказывание. Я даже не знаю, что добавить к этому. Давай, давай, хороший. Да нет, на самом деле, я, конечно же, во многом с тобой согласен, ситуация действительно непростая, но я все-таки, знаешь, оптимист и по жизни, и я все, я, ну, я думаю, что все, конечно, сейчас видоизменится каким-то образом, но в любом случае, электронную музыку всегда толкали энтузиасты, они будут и сейчас толкать, понимаешь, как бы не сложно, они ее вытащат и привнесут что-то новое и так далее, когда пойдет, там, пойдут вливания, там, какие-то там, в это во все, да, и какие-то финансирования проектов, то будет просто, ну, новая какая-то волна, то есть то, что электронная музыка никуда не уйдет, я в этом с тобой также соглашусь, потому что, ну, ну, как бы, а что, если не электронная музыка, а как, потому что, мы же, по сути, живем в мире сейчас компьютеров, как таковых, и, ну, то есть, да, она, может быть, будет каким-то образом видоизменяться, там, с живыми инструментами, что-то еще, какие-то новые, может быть, ну, что-то новое произойдет, какие-то случайные, мы не знаем, да, что нам принесет, там, 21-й год, например, 20-й мы, еще два месяца надо нам прогрессовать. Как шутят, что мы начнем, что мы начнем, после масок, мы начнем носить памперсы или что-то такое, там, будем носить памперсы, в масках было ничего. В 21-м. Да нет, по всем ожиданиям, по всем прогнозам, вроде как 21-й, ну, по крайней мере, он не будет таким, конечно, кардинальным, ожидать... По крайней мере, он не будет високосным. Да, он будет в год более спокойным, я думаю, что я, в общем, на позитиве, чтобы немножко, как сказать, волну позитива впустить в экран, как бы после твоего... Нет, конечно, Леш, Леш, я извини, я просто представил совсем мрачную картину, конечно, все хорошо, и мы с тобой в отличной форме, и мои коллеги, все друзья, они не в растерянности, конечно, сейчас тяжело, работы немного, очень мало работает заведение, но мы, как бы, мы делаем вечеринки, мы планируем, и, как бы, я думаю, что все будет хорошо, конечно, по крайней мере, в крупных городах, но в целом, по сравнению с тем, что было, вот, как бы, какие, ты спросил, какие прогнозы, вообще, какая ситуация, ну, как бы, ничего веселого нет, но мы будем оставаться на связи. в Петербург, ну, у нас хотя бы, знаешь, в России, какие-то мероприятия сейчас проходили, там, ну, худо-бедно, летом, там, я знаю, что, я общаюсь, у меня много иностранных, там, друзей, диджеев, и они сидят вообще, без, даже, без каких-то минимальных подработок, да, там, может быть, у кого-то, где-то, какой-то государственный выплаты, что-то еще, но в целом, итальянцы, там, где-то там немцы, и многие другие, они сидят вообще, вот, там, с февраля, с марта месяца, как бы, только на каких-то других историях. Они мечтают просто поиграть для людей, ты представляешь, что такое поиграть для людей? Они пишут, как я мечтаю, просто они выкладывают фотографии, где они стоят, играют, вокруг них танцуют люди, и они такие, как я, как я скучаю по этому всему, и, то есть, я представляю, как сердце сжимается. Да. Когда мы три месяца не играли, или даже, сколько там, пять, что ли, когда это был большой перерыв, и это было, это было что-то, мне просто, просто хотелось поиграть, ну, то есть, для людей, это было, ну, блин, это была очень странная ситуация. Давай, короче, на позитивное, что там у тебя еще есть? Да, 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 да. Хотел пошутить по этому поводу, ну, ладно, ну, ладно, пошучу все-таки, этот, у одного из диджеев, немцев, какая-то картинка, знаешь, типа, как это, вот, про планы на будущее, какие у вас планы на будущее, он говорит, отыграть, отыграть сет, а какие у вас, ну, какие у вас планы на, длительное будущее. Отыграть два сета. Поэтому мы хоть как-то играем с QR-кодами. Вы в Москве, у нас до 23.00. Сейчас Хэллоуин, насколько я понимаю. Я на этом уикенде отдыхаю. Но я знаю, что проходит мероприятие в Петербурге. И вот у нас до 23.00. Да, дневную партию, это вообще выход. Это супер тема. Надо делать... Почему? Начинать просто в 6 вечера, да? Ну там 5-6 вечера начинать. Это полноценная вечеринка и в 11 на метро домой. Да. Успеваем. Слушай, скажи, пожалуйста, ты на фортепиано играешь? Вроде написано, что ты умеешь на фортепиано играть. Я занимался в детстве фортепиано. Несколько классов закончил. Сейчас у меня занимаются вот, им очень нравится. Я, конечно, уже мало чего помню из этого. Так, хорошо. А вот тогда такой факт, как в твоей биографии, я не знаю, насколько это, что ты пишешь музыку к кинофильмам. Это действительно так? Да, у меня был такой прецедент. Да, и это невероятно круто увидеть себя в титрах композитора Сергея Санчеза. Это класс. Ну, то есть, да, правда, это был короткометражный фильм. Он там длится всего около 30 минут. Вот. Это было лет 5 назад. Но это был очень интересный опыт. Именно у меня просто никогда этого не было. И это очень... меня впечатлило это тем, что как... насколько вообще музыка имеет глубокое влияние на происходящее вообще на экране. То есть, я сидел, когда работал там над одной сценой, и у меня просто... у меня была такая... нужно было найти определенный фортепианный проигрыш, который бы характеризовал вот эту сцену. И, значит, я проигрывал определенным образом, пытаясь почувствовать ритм происходящего на экране. Проигрывал, ну, как бы в таком лупе все время подбирал. Что-то подбирал, там, 3-4 ноты какие-то, там, их длительность, их воспроизведение. И периодически записывал и отправлял режиссеру. И он говорил, Сереж, он мне поставил сложную задачу, он мне говорил, Сереж, мне надо сделать так, чтобы... Я все время там... У меня получалось так, что вот, как бы, все будет хорошо, там, или, как бы, чтобы... Или там, наоборот, как-то слишком драматично. А он мне говорил, ты мне вот сделай, сделай, озвучь эту сцену так, чтобы было вообще непонятно, что дальше будет. И мне так встал, мне встал вообще втройне, в 4-мое интересно. Думаю, вау. То есть, надо создать даже не ожидание, а надо создать непонимание, то есть, что вот встречаются два человека, что будет, как у них будет там дальше все развиваться, это где-то в центре, в центре кинофильма. И тогда я столкнулся, конечно, с магией сочетания... Вот я думаю, что когда ты разговаривал с Женей Гру, у него огромный опыт музыки для кинофильмов, для больших фильмов, для блокбастеров. Я работал просто с независимым кино, но это меня поразило, это, возможно, это даже то, чем я бы хотел заниматься вообще в жизни, потому что это вообще мощнейшая магия. Ну, конечно, делать людей счастливыми тоже мне очень-очень нравится и у меня хорошо получается, но работать с кино, работать с видео, с картинкой, вообще, ну, то есть, это что-то необыкновенное. Такой вот опыт у меня был. Интересно. Я, честно говоря, тоже с удовольствием попробовал. Есть такая мечта, скажи, пожалуйста, мы с тобой когда общались, встретились в Шереметьево, ты мне рассказывал о том, что у тебя семья живет под Барселоной. Как сейчас? Как сейчас происходит? Как вы... То есть, ты в Москве? Или, ну, сообщения же существуют как-то, нет? Как ты с семьей? Конечно, сообщения существуют, и можно, в принципе, летать через, там, через Австрию, через Минск я летал как-то, можно через Стамбул летать. Сообщения есть, и семья живет в Барселоне, дети учатся, вот, и все в порядке. Единственное, что, конечно, мы в этом году очень мало виделись, если там прошлые годы, я летал ежедневно домой, то в этом году я максимально здесь, потому что там все закрыто, там полный локдаун, огромные штрафы там за нарушение, за этим все строго следится, но здесь помягче, и здесь пока есть работа, поэтому я нахожусь здесь, семья прекрасно понимает эту ситуацию, это просто непростой год, и надо через это пройти. Я провел летом два месяца с семьей, это было вообще лучшее время моей жизни, когда 24 на 7 я с детьми, и с женой, и вообще это было великолепно, потому что в основном, конечно, я прилетаю, улетаю, и так видимся не очень много. А вообще ты родился где, в каком городе? В Москве. В Москве, да? А как тебя с Испанией, какие тебя связывают? Ну что тебя связывает с Испанией, кроме фамилии? С Испанией меня связывает... В Испании родился, на севере Испании родился мой дедушка Эрминё, которому 8 лет, он до сих пор живет, он до сих пор жив, вот, он родился в таком регионе, который называется Астуриос, вообще север Испании очень красивый, этот регион находится рядом с Басконией, с Басками, вот прям рядышком, вот, вот, и, собственно, во время фашизма, когда в Испании был режим Франко, вот, советское правительство эвакуировало детей коммунистов. Мой дедушка, вот, был в числе их, его посадили на пароход и отправили в Ленинград, и распределили всех этих детишек испанских, распределили по детским домам в Советском Союзе, вот. И он навсегда остался в Советском Союзе, потом в России, встретил здесь мою бабушку, вот. И, собственно, потом испанское правительство позволило детям этих детей войны и их внукам по желанию вернуться на родину, а также получить испанское гражданство. Собственно, чем я воспользовался, получив гражданство. Интересно. Скажи, пожалуйста, вот ты же все время занимался хаос-музыкой, то есть именно, ну, ты же хаос-диджей, ты считаешь себя хаос-диджейом? Да, конечно. Ну, наверное, 80% на 80% хаос, на 15% драм-бэйс, и еще 5% там трип-хоп, всякая электроника и прочее. А как менялся твой вкус за все эти годы? Как-то вот, ну, расскажи, потому что наверняка он менялся до сколько уже, почти 25 лет, и наверняка же это была какая-то трансформация, что-то на тебя влияло? Постоянно меняется, вообще каждый день, каждый подход к компьютеру и надевание наушников, на голову и поиск новой музыки в интернете, он все время приводит к каким-то новым результатам, новым ощущениям. Я настолько нестабильный в этом смысле, что мне всегда нужно, чтобы у меня что-то новое торгало. И я все время ищу как бы вот что-то такого, ищу что-то такого, поэтому я часто сталкиваюсь с разочарованием от публики из-за того, что они не знают, чего от меня ожидать. То есть я могу отыграть сет в том ключе, что им нравится, а может быть в том, понимаешь, иногда даже ползала просто бывает уходит, потому что, а, ну понятно, он сегодня будет играть мелодик, пошли отсюда. Ну как бы, я сам не знаю, что я буду играть до последнего момента. У меня есть, как бы, заряжено несколько ружей в таком ключе, в таком, как бы, как я чувствую себя пространство, точнее, как я чувствую себя и как я чувствую пространство, так вот я и хочу поиграть. То есть я, наверное, это такая моя странная особенность, я не могу себя законсервировать в одном стиле никак вообще. И вот и так, в принципе, было всю жизнь, и я прекрасно себя чувствовал с дипхаусом в маленьких клубах на 200-300 человек, и я прекрасно чувствовал себя, открывая там фестиваль Казантип, когда там передо мной 30 тысяч человек, и там, открывая его после там речи Никиты Маршинка, после речи президента, как бы, вставая, играя там час, после меня там Тима Маас, например, играет. И были всякие истории, и я всегда, я был заряжен, я знал, что делать и здесь, и там, и в этом, как бы, в этом и прелесть профессии, то, что ты работаешь с музыкой, она не объемна, объемна, то есть ее невозможно как бы не объять, ее невозможно все услышать, поэтому, ну, хотя бы немножко расширить свой диапазон, по-моему, это прекрасно. И, в принципе, все, если ты обратишь внимание, все, ну, скажем так, прокаченные, крутые диджеи, у них диапазон музыки в их сетах, он бывает просто, ну, очень большой, и по стилям, и по настроению, и по энергетике, по всему, я себя ничем не стесняю, я уже с этим смирился, что вот я такой, и я все время в поиске, и я ищу такую музыку, мне нравится минимум, мне нравится прогрессив, мне нравится немножко техно, но не глубоко техно, все-таки я люблю, когда есть душа. Мне нравится драм-н-бейс, я играю классно драм-н-бейс, у меня были офигенные вечеринки, и как бы я реализовываю себя в музыке максимально, то есть туда, куда меня зовет сердце, туда я и направляюсь. Ну, да, этим, мне кажется, и отличаются именно диджеи от продюсеров часто, и, ну, именно вот прям, если прям четко по категориям, есть люди, которые объединяют себе все, да, они и диджей прекрасные, и музыканты, и так далее, но вот если говорить, да, то музыканты и продюсеры часто ограничены какой-то определенной стилистикой, то есть на диджеи, именно понимание именно диджей, он как раз многогранен, по сути он многогранен, так или иначе, ну, вот если говорить о диджеях, крутых диджеях, которых наверняка, ну, у тебя есть какие-то фамилии, там, имена, в твоем понимании, они, скорее всего, все, все очень широкие, имеют широкий диапазон, то есть это в этом отличие настоящего диджея. Скажи, пожалуйста, как ты ищешь музыку в этот затронут момент, как вот любопытно, потому что, может быть, кто-то вот тоже, знаешь, нас смотрит и думает о том, как вот искать музыку вот в просторах интернета. Ты как ее ищешь? Ну, есть очень много сайтов, я не буду сейчас их все перечислять, просто сижу, тупо и слушаю, стараюсь посвящать каждый день от часа до двух этому моменту, потому что больше двух часов уже начинается как бы механика такая, ну, в перечисление, то есть я иногда, знаешь, это как когда ты книгу читаешь и можешь несколько страниц пролистать, не поняв, о чем ты. Да, ну, типа, а что сейчас было и возвращаешься назад. И бывает так же, просто автоматически слушаешь, слушаешь, слушаешь и думаешь, так, что ты там послушал? Хотя, есть такая тема, я все время вспоминаю, как ребята из Comedy Club рассказывали про то, как они показывали шутки, демонстрировали шутки Гарику Мартиросяну, который обычно в офисе сидит за, сидел за компьютером и просто сидел в интернете и краем уха слушал. То есть, действительно что-то смешное или там действительно классный трек, ты мимо него все равно не пройдешь. То есть, они что-то, какие-то шутки разрабатывали, что-то ему показывали и он как бы что-то действительно смешное хихикал. То есть, как бы находясь даже где-то как бы отвлечен, но у него как бы возникала какая-то типа, ха, классно, что это такое было сейчас? То есть, ты все равно не... Ага, вцепляет, вцепляет. Да, да, тебя должно что-то зацепить. И точно так же ты иногда слушаешь, слушаешь, фигня, 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 не мое, не мое, не мое, и просто вдруг чик, о, а это что такое? Ну, как бы разбираешь, смотришь трек поподробнее, что это такое, как бы подходит, не подходит, тебе кладешь в корзину. Ну, с винилом, конечно, раньше, вот сейчас, извини, позади меня его много, с винилом было тяжеловато, он, конечно, нанес неисправимый вред моему здоровью, вот этот тоскальный, порченный позвоночник, искривленный. Да, 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 есть такое. Есть. Есть такое. Точно так же, ну, то есть просто стараюсь делать это каждый день. Иногда приходится, некоторые дни приходится уделять, собственно, каким-то архивам, покопаться, что-то поискать в каких-то прошлых годах, там, перебрать, что-то освежить, может быть, что-то вытащить какие-то, что-то для папки боевиков или для папки секретного оружия вытащить какие-то там старые, забытые треки. Ну, в общем, такая рутинка приятная. Понятно. Слушай, ну, мы уже почти часто общаемся, поэтому я думаю, что будем потихоньку финишировать. Давай, давай. Оставим еще на следующий раз. Поделись какими-то своими тремя главными секретами. Почему ты считаешь, ну, ты так или иначе успешен в своей профессии, да, и у тебя, наверняка, есть какие-то вещи, которые ты считаешь, что вот они, скорее всего, благодаря им ты преуспел. Вот что бы ты выделил? Какие свои качества или что-то еще, за счет чего это произошло? Ну, прежде всего, наверное, кроме «Чудо-случая», который с номером 100. «Чудо-случая». мне не хотелось, чтобы люди были разочарованы. Мне, и потом, мне хотелось коммуницировать с людьми как-то, ну, помимо, ну, просто не, чтобы, не знаю, как тебе объяснить. коммуникация, эмпатия вообще, это огромная вещь, и быть доброжелательным, быть общительным, ну, вот именно в нашей профессии это как нигде важно. Какие секреты еще? Ну, не знаю. Даже не знаю, какие еще секреты, правда. Я не знаю, я тебя спрошу. Вроде бы, вроде бы все на виду, то есть как-то, ничего такого, никаких секретов нет, все открыто. Просто верить в себя, не, ну, не знаю, ну, стараться, вот как я говорил там в начале, зарабатывать свою репутацию, стараться ее, профессиональную репутацию, стараться ее не нарушить, потому что заработать сложно ее, а потерять можно в любой момент, это же известно. Поэтому, ну, контролировать себя и знать, чего ты хочешь, к чему ты хочешь прийти. Хотя, конечно, сложно говорить художникам или музыкантам такую вещь, как, типа, какая-то цель или к чему ты хочешь прийти, потому что именно благодаря нашей рассеянности мы все подразумеваем и имеем в виду одновременно все, и поэтому, как бы, ну, у нас получается быть подключенным ко всему на свете сразу одновременно, ну, и как бы, и уметь выражать, как бы, то, что необходимо в этот момент, там, усиливать, какие-то вещи. Ну, секретов никаких нет, просто трудолюбие, коммуникабельность и любить людей, наверное, то есть, вот, любить музыку, любить профессию, искренне любить музыку. Слушай, ну, очень классный эфир, на мой взгляд, очень интересный, но мне, по крайней мере, точно. И, наверное, последний вопрос на сегодня, который я не могу тебе не задать. Оказавшись перед Карлом Коксом, что ты его спросишь? Я ему скажу, какой ты большой. Спасибо, Сережа. Сережа, спасибо тебе большое за эфир. Я тебе желаю сегодня отличной, отличного четверга, отличной вечеринки. Вот. И, ну, спишемся, как бы, еще, я думаю, как-нибудь сделаем обязательно. Мне очень понравилось. Спасибо тебе. Обязательно. Давай. До скорой встречи. Пока. Пока. Это был Сергей Санчес. И спасибо всем за эфир. Пока.